Коммерческие банки стали заметно реже выдавать кредиты населению. По данным Национального бюро кредитных историй, которые приводит РБК, в минувшем месяце было одобрено всего чуть больше трети заявок. Роман Быков выяснял причину такой тенденции. Только около 36% заявок на выдачу займов из суд одобрили в сентябре коммерческие банки. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй. Эксперты подобное поведение объясняют непростой ситуацией в экономике. Когда на фоне волны коронавируса доходы населения труднопредсказуемы. Ведь до сих пор нельзя исключать локдауна, а значит сокращение зарплаты, а также персонала на фирмах и предприятиях. Конечно, банки в этом случае страхуются и отказывают. Потому что банки тоже сейчас в условиях, когда величина инфляции будет меняться, могут попасть под ситуацию неизвестности. То есть наслоился еще один фактор. Неожиданный для федеральных властей рост цен. Правительство уже сейчас не исключает того, что инфляция по итогам текущего года приблизится вплотную к уровню в 7,5%. А значит может подскочить и ставка рефинансирования, по которой банки получают средства от ЦБ. В общем, пока коммерческие кредитные структуры не получат четкого сигнала от регулятора, политика в отношении выдачи займов населению будет и впредь ужесточаться. Что интересно официально, через СМИ. Банки стараются об этом не говорить. Если они скажут, мы сейчас не можем, вполне может оказаться ситуация демотиватором. То есть люди скажут, ну раз они не могут, ну и не будем рассчитывать на эти кредиты. А они-то ориентированы на то, что ситуация разъяснится быстро и желание взять кредит у тех, кто все-таки на это был нацелен, не пропадет. Если же федеральное правительство и дальше будет тянуть с обнародованием прогнозов по инфляции, а значит и по ставке ЦБ, то банки и дальше продолжат закручивать гайки. В данном случае пострадают больше всего те, кто хотел брать займ не на очередной телефон или автомобиль, а на перекредитование. Такие точно получат отказ, а значит всерьез столкнутся с перспективой банкротства.